Стало доброй традицией в конце года проводить районные паралимпийские игры. На сей раз сильных духом людей гостеприимно встречал Ренийский лицей. Для людей, возможности которых ограничены, такие встречи – это настоящий праздник. И в ходе общения становится понятным, что на самом деле проблемы со здоровьем не становятся преградой к достижению поставленных задач и осуществлению самой заветной мечты. В ожидании уже три месяца. Жду второго ребенка. Надеюсь, что Боженька поможет, и все будет хорошо. Потому что для инвалидов беременность – это счастье, это редкость. Дай Бог каждому так. Быть мамой и счастливой мамой. Это, я считаю, самое важное. Очень рада, что я принимаю в этом участие, потому что инвалидам трудно дома находиться. А если в атмосфере с другими, чувствуешь себя чуть по-другому. Вяжу крючком, вяжу салфетки, вяжу для банки натяжки, вяжу жилеточки. И я тоже. А он тоже помогает моточки мотать. Николая Качковского в городе Рени знают как непревзойденного механика по наладке швейных машин. И не только в Рени. И в Измил езжу. Дорогу вплоть туда и обратно. И всю работу. Я вам скажу, специалистов уже нет. Моя хобби – делать компьютера. Это мое хобби. Сейчас я работаю в водоканале. И все время, когда какие-то игры, там игры. По главному, Игорь Викторович, мы всегда, наша команда от церкви Свердмила, всегда можем свою руку помочь. И всегда, если скажут, Саня, ты нужен, я всегда могу быть Микри Маусом. Сейчас, в этом году я Мишка. Участников Паралимпийских игр поздравили глава Ренийской райгосадминистрации Валентин Котляренко, городской голова Игорь Плехов, помощник депутата областного совета Юрия Димчогла, Нелли Арабаджи и другие официальные лица. «Это небо прекрасно, обещай, клубо манять, И советное счастье никогда не отпускать. Это небо прекрасно, все живут тебе в руках, И свобода так часто отражается вуза». Как всегда, в организации Паралимпийских игр приняли участие волонтеры Церкви Свет Миру. Художник Вадим Мартынёк предложил участникам праздника урок рисования, а молодежь подготовила мини-спектакль, показывающий, что добро всегда побеждает зло. Пограничники дали возможность участникам праздника пообщаться с четверолапым стражем государственной границы. Все, кто в этот день пришел в Ренейский лицей, получили возможность проявить свою ловкость, выдержку и творческие способности. Организаторы праздника позаботились о том, чтобы все участники Олимпиады смогли подкрепить свои силы. И, конечно, чтобы этот день был ярким и красочным. Субтитры создавал DimaTorzok